Да я за тебя кого угодно порву, от души чувак пасть. Майнивны, с вами, всем привет, с вами с реакцией на видео с канала Закатун, называется оно Друг-предатель и буллинг в колледже, анимация, конечно же, извините, если буду моргать, надо мне что в глаз попало, даже записывал начало из-за этого, ладно, погнали смотреть. Всем привет, да, я знаю, полноценных роликов с историями давно не было, но это не потому, что я ленивый, просто я не работал. Капец, фон поменял на оранжевый. А. Сегодня рассказ о потерянной дружбе, предательство рок, угоря на службе. Хм, пижон. Кто смотрел мои предыдущие ролики про школу, в курсе, что там я не был особо популярным парнем, точнее, был совсем не популярен. Также я говорил, что нас в таких классе было трое, и я лукавил. Был еще один, о котором я бы предпочел вообще забыть, но обо всем по порядку. Человека, о котором пойдет речь, звали Антон. Рифма напрашивается сама, и на этот раз я даже не буду вас останавливать. Если с другими из... А, Антон, картон. Ха-ха-ха. Извините. Бета, самцов. Я особо не общался, то Антона ближе к средней школе я даже начал называть другом. У нас было много общих интересов, тем для разговоров пару раз бывали друг у друга в гостях, но при этом до фанатизма не доходило. Мы не были, знаете. Брат, да я за тебя кого угодно порву. От души чувака пасть любого пополам за синяк у братана. Дээээк. Кстати, там один поц кривой мне стрелку забил на завтра. Говорит, всех своих подтянет. Приходи примерно. Блин, брат. Я бы с радостью, но мне завтра собаку к парикмахеру везти. Блин, так я еще не сказал-ка скольки. Да мне весь день ее везти, там очень сложно. Очень сложно везти. Операция на волосы. А может попросишь родителей тебе помо... Брат? Но мы все равно старались держаться вместе. Просто так веселей от хулиганов получать. Конечно, лучше получать не от хулиганов, а двойную выгоду в черную пятницу. Ой, автор покушает. Это одобряемо. Вот этот автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в майни-шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. В общем, время шло. Девятый класс подходил к концу. И нужно было выбирать свой дальнейший путь. В десятый и одиннадцатый идти я точно не собирался. Еще два года в этом коллективе... Неа, спасибо. Так что я решил... Я одиннадцатый класс учился, нормально. ...идти в ближайший от моего дома... Хотя, на самом деле, я не был очень счастлив учиться в школе. Совсем. Да, поварской лицей был не единственным в моей жизни. Короче, товарищ Антон, недолго думая, решил пойти по моим стопам. И тоже подал заявление... То заведение схоже с братухой формы мышления. Уз укрепления. Оба едины. Икс два умножения. Успокойся. Успокойся. Все будет хорошо. Приступ рэперов. Ну, бывает, бывает. Все будет хорошо. Прошу, помоги. Я не могу остановиться читать рэп. Это пройдет. Это пройдет. И вот новый учебный год, новое учебное заведение. Планов была куча. И, в первую очередь, мы думали не про учебу. Нам хотелось банально завести друзей, учиться в здоровой, приятной атмосфере. И, возможно, найти себя girlfriend. А почему бы и нет? Ну, что-то мы не подумали, что факультет сварочного производства не предполагает обилие девчонок в группе. Ой, блин, как это получилось? Не ловко. У нас не было ни одной. Все. Надо на бухгалтер идти. На бухгалтере там или менеджер какой-то. Вот там было нормально, кстати. Так, документы. Да, погоди. Че ты на девчонках зациклился? Согласен. Согласен. Ну, минусов не будет. А мужской коллектив, он ведь, знаете, очень состязательный. Все постоянно пытаются мериться чреслами, разделяются на группы, выявляются альфы, амейки. Капец, а зачем он и показал этот, блин? Это же, знаете, этот язычок, конфетка такая. Зачем он и показывал? Короче, комфортным его не назовешь. Ну, а мы с другом, сами понимаете, максимально комфортные. Первые пару месяцев все было неплохо, коллектив присматривался друг к другу. Но настал момент, когда особо агрессивным особям нужно было срочно самоутвердиться. А за счет кого сделать это проще всего? Правильно, за счет слабого. А так как мы с другом были, одни из тех, кто вел себя спокойнее всего, были тихими, да и вообще сильно не отсвечивали. К нам начали присматриваться как к потенциальным жертвам. Поначалу это были словесные шутки, подколки и тычки, на которые мы худо-бедно отвечали. Но затем начались прямые оскорбления и рукоприкладства. Честно, я не знал, как себя вести. Я не понимал, что я делаю не так. Блин, я в универе вообще... Вот в универе такого я ни разу не видел, что такое было. Хоть вообще у кого-то. Вот у нас в универе было все вообще норм. Блин, такой приятный коллектив был. Конечно, со второго курса почти ни в универ не ходил. Но это мелочи, это мелочи. Ко всем дружелюбен. Я никого не трогал. Почему люди такие злые? Но будто этого мало, в один момент произошел случай, из-за которого я напрочь потерял веру в человечество и в безусловную дружбу. На очередной перемене мы всей группой стояли в коридоре перед аудиторией, ждали учителя. Я что-то увлеченно читал в своих записях, как вдруг один из мудак... Кхм... Нехороших людей... Толкает меня и я падаю на пол, споткнувшись об ногу другого нехорошего человека, услужливо подставленную заранее. Я на полу, все смеются. Это же так весело, когда другому плохо. Разумеется, мне это не понравилось, но виду я не подал, мол, ха-ха, пошутили и хватит. Но только встав на ноги и отряхнувшись, я чувствую новый толчок. Оказавшись на земле, я уже не скрывая свое недовольство и обиду, поворачиваю голову и вижу, что на этот раз толкал меня так называемый друг Антон. Все снова смеялись. Даааа, красаваааа. Ну Антон-то реально получается еще тот картон, блин. На этот раз... Ну чисто бумага туалетная, капец так поступать. Он смеялся вместе с ними. Я видел, что ему неприятно. Я видел в его глазах борьбу совести с жаждой одобрения. Вот так стремление человека соответствовать окружению оказалось сильнее дружбы и банальной человечности. С тех пор мы с ним не общались. Я банально не хотел, а он избегал меня из-за чувства вины. И возможно, я бы смог его простить, если бы он хотя бы попытался извиниться. Через пару месяцев после этого случая я забрал документы из колледжа и пошел своей дорогой. Так как понял, что лучше сделать это сейчас, чем терпеть очередные несколько лет унижений. А знаете, что обиднее всего в момент, когда тебя задирают смотреть в глаза учителю? На самом деле, огромный плюс в том, что кто куда... То, куда я поступил, там вообще не было моих старых знакомых. Ну типа на моей параллели там и так далее. Это было так хорошо! Я со всеми сразу прознакомился. Сразу я всех... Ну со всеми нормально общался. Это было намного лучше, чем вот это прийти с кем-то. Вот реально, когда вы с кем-то идете, вы главное не сбиваетесь с этим одним человеком. Потому что отстраниться от всех и общаться только с тем, с кем тебе изначально комфортно. И не пытаться социализироваться в группе. Это самая большая ваша ошибка будет. Вот реально, ребята. Советую, если вы уходите со школы, идете там в колледж, в универ. Неважно. Не пытайтесь сразу найти кого-то себе знакомого там и только с ним общаться. Попытайтесь познакомиться со всеми. Пытайтесь найти со всеми какой-то общий язык. Не обязательно со всеми дружить. Но если вы найдете со всеми общий язык, вам правда будет житься намного комфортней. И вас не будет считать каким-то странным, отстраненным и так далее. И видеть его без участия. Видеть, как он делает вид, что ничего не замечает и не вмешивается. Не было ни одного, ни одного учителя, который бы за меня заступился. Детишки просто играются. Мага, игры просто зашибись. Напоследок хочу сказать пару слов любителям докопаться до слабого. Знаете, что для вас кажется безобидной шуткой, кому-то может покалечить жизнь. Ой, да, некоторым же вообще психику калечат. Да, ну, я не скажу так, что на самом деле я очень долго перебаривал тот момент после школы. Но, к счастью, универ очень сильно себя поменял. Типа, я понял, что, блин, оказывается, это вполне себе норм чел. Вполне себе со мной общаются ребята и уважают ребята. А в школе из-за какой-то слабины в пятом, шестом классе просто... Когда ты один, а против тебя толпа, а что ты можешь особо сделать? Вот чем самая большая проблема. Это самое тупое, они же не по одному, они же толпой. Это же героями надо быть, одному подойти. Блин, намного легче толпой. По три, по четыре человека. Когда ты один стоишь, никого не трогаешь, а к тебе доколупаться ходят. Ну, это просто противно и отвратительно. Многие из них, конечно, сейчас изменились в лучшую сторону, но... Остаточки-то все равно остаются. И в будущем вы обязательно будете об этом жалеть. Так что, пока не поздно... Остановитесь! А еще не забывайте про карму. Она существует. Хороший видос, хороший видос. Правильный видос так. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Закатун, обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, всем пока. Пау!